добрый день уважаемые любители вернее зрители да любители это слишком может зрители канала кох и профессора сегодня хотелось бы поговорить насчет такой вот вещи ну часто густо это было в истории той же самой российской империи война используется для решения не только внешнеполитических но и внутриполитических задач ключевой в этом смысле может быть вернее так скажем ключевым примером может быть русско-японская война 1904 1905 годов да вот которая началась по причинам в общем то ну по крайней мере идеологически схожим современной украинско российско-украинской войны и тогда вот ну действительно тогда вот япония развивалась как и сегодня украина да вот в какой-то неразрывной связке вот с англосаксонскими народами англии сша да вот революция мэйдзи может может быть было бы не может невозможно в японии без там тех же самых американских советников да в той же армии вот есть даже вот блестящий фильм последний самурай да в котором играет том круз он там конечно романтизирует самурайскую историю да вот японии но если так оторваться от этого романтизма то эта история все-таки ну все это самурайство это конечно же такое ветхое средневековье дака и он ну как бы американские инструкторы действительно модернизировали создавали нормальную то эффективную японскую армию да хотя в ней не было в которой кстати удалось сохранить вот этот вот самурайский дух ну это давало повод российской империи говорить о заокеанских хозяевах да ну вот использовать вот эту всю гнилую риторику да которая сегодня оправдывает вот имперское вторжение в украину тогда тоже россия реализовывала имперские задачи своего утверждения в манчжурии где там еще в корее я уже точно не помню на территории циньской империи в китае да и вот японию тогда да в карикатурах называли этой продажной девкой западного империализма все вся та же риторика она была неизменной ну и как вот утверждали даже классики марксизма ленинизма русско-японская война была нужна для того чтобы загладить ну скажем так внутренние противоречия вот российская империя пережила первый тогда кризис экономический мировой 1900 1903 года падение уровня жизни падение уровня зарплаты безработица все такое да россия накануне социального взрыва да много не просто там профессиональных революционеров а людей ну те того же прилип рабочих тех же да готовы взять взять в руки революцию на минуточку в пятом году разразится эта революция да и булыжник станет орудием пролетариата и вот царь николай как известно и это писали классики пытаясь зладить в решил сгладить вот эти вот противоречия маленькой но победоносной войной против желта или как желтых маках или косоглазых макак ну достаточно шовинистической тогда была идеология этого никто не стеснялся а япония выглядела действительно такой макакой марионеткой в руках дядюшки сэма еще какого-то другого дядюшки толстого в красном кафтане с которым олицетворяли англию забыл как его если честно зовут ну война как известно это также вот обернулась поражением страшным да я поезд на японский самурайский дух облеченный западное вооружение в западные методы войны особенно на море он оказался ключевым для разгрома вот этой имперской российской армии которая наверное выглядела вот так же аморфно как и сегодняшняя путинская армия в украине ну вот задача не была решена да но вот она все таки существовала задача маленькой победоносной войне заткнуть рот критикам сделать вот эту борьбу против режима неуместной ну и уничтожить на этой войне возможно да как-то ну скажем революционных пассионариев речи даже не идет о каких-то представителях партии а вот о людях которые готовы взять в руки оружие да для того чтобы бороться с режимом тем или ну вооруженным способом да это вот простые там те же работяги однако которые все-таки имеют какой-то вот какой-то потенциал для того чтобы воевать да они не сильно бояться смерти но из них вырастают также активные вот воины каратели да и решили применить и подбить их в этом смысле да современная война она тоже путина она тоже как известно это не я автор этих слов да она используется для того чтобы мобилизация для того чтобы бороться вот с представителями коренных народов да вот мобилизация активно проводится среди крымлы да крымских татар которые попадают под ее клещи да это тоже такая большая проблема но среди прочего вероятно путин на таким образом перенаправляет усилия всяких умалишенных пассионариев среди русского народа да на то чтобы свергать режим который является проблемой их истинным проблемой их бед в сторону вот этой вот борьбы против хохлов да и тут двоякая цель они просто заняты заняты тем что выгодно власти вместо того чтобы бороться против этой власти с другой стороны их уничтожают и уничтожается угроза этой власти вот так вот да это наверное еще в 2014 там вот это стало проявляться вот когда резко а стану скажем так замедлились темпы практически до нулевых показателей темпы роста российской экономики ну вот понимаете она по сути своей коррупционно да у нее нет там судебной системы в нее перестали вкладывать большие капиталы это мировом финансовом мире в глобальном да это было вот когда нет нормальной независимой судебной системы инвестиция является и рискован инвестиция приток капиталов приток каких-то денег да в глобальном мире это все-таки за один из крупнейших залогов успеха россия коллапсировала и экономическая система должна была начать коллапсировать и независимо от того война не война и в общем-то социальная сфера это бы активизировал вот этих вот пассионарных сумасшедших до готовых видеть угрозу во всем чем угодно да ну и путинский режим наверное это уловил да и начала вся эта тягомотина имперская тягомотина с украины он активно начал выбивать вот таких вот супер фашистов доска как их называется по-моему пианковский да чтобы они не угрожали его режима угрожали жизни здоровью благополучию соседнего народа который они больше ненавидят чем собственный режим вот так вот и получилось но мы помним да что японский самурайский дух как и как 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 и оказалось как и украинский казацкий дух облаченный возможно в доспехи новейшего западного вооружения это все-таки достаточно серьезная сила которую шовинистически не улавливает вот этот вот недальновидный абсолютно коррупционный режим манипулирующий всем и вся вот вероятно что скоро ну мы помним чем закончилась для николая его жизнь вот он вязался после первой не ощутив уроков поражения русско-японской войны он вязался похожий за своим характером первую мировую войну для него лично она закончилась такой отречением от престола для тех кого он на эту войну погнал они все возвратились домой с оружием агрессивные да и по сути были очень серьезной силой да с которой были вынуждены считать считаться в том числе даже и супер жесткие жестокие большевики да вот эти вот крестьяне дезертиры с оружием в руках основа там разных армий да вот эти вот пассионари от которых сегодня пытается избавиться путин до основа махновского движения либо какого-то еще да ну то есть тех кого не перебьют мобилизированные вернула сделаем такой прогноз что они будут своей жестокости в своей ненависти к существующему режиму только укрепятся да и если ну что сделал царь когда отрекся от престола поехал рубать дровишки да вот такая его судьба ну потом его судьба страшно до временное правительство с ним поступало достаточно гуманно еще ему разрешали рубать дровишки да а потом же все закончилось большевистским расстрелом в ипатьевском доме в сибири ну собственно нынешнего правителя до его игрищах внутри внешнеполитических он ему кажется что он делает что-то фундаментальное выходит так что она получается виде кровавого фарса вероятно ждет международный суд а возможно что может не столь бы к нему отнесутся более гуманно нежели большевики к николаю второму но лишь в силу того что современная юриспруденция да система наказания международных она все-таки более более демократично более гуманно нежели было в начале двадцатого века вот такое мое размышление спасибо за внимание будем продолжать вас радовать различным материалом как нашим традиционным форме диалогом так и вот таким вот спичами моими подписывайтесь на канал поддерживайте ставьте колокольчик лайки и так далее нам будет приятно это непередаваемое чувство конечно ощущать фидбэк от твоей вот этой вот такой вот общественно-политической работы до свидания канал кофе профессора кофе профессора